В этом спортивном зале пройдут соревнования по трём компетенциям адаптивная физическая культура, социальный и медицинский уход и ресторанный сервис. Более 30 участников из 12 учебных заведений все вместе будут показывать свои профессиональные навыки. Проводить студентам пары для Константина Бэйча привычное дело. Он преподаватель физической культуры. Профессионально любимым делом Константин стал заниматься в колледже профессиональных технологий. А в прошлом году с национального чемпионата Абилимпикс, который проходил в Москве на ВДНХ, он привез в Омск золотую медаль. Теперь молодой специалист готовится выступить и на региональном этапе чемпионата. Понятно, что каждый хочет победить, каждый хочет принять участие. Но основная глобальная цепь заключается в том, чтобы социализировать людей с инвалидностью, чтобы показать, что есть другая жизнь, что можно работать, можно существовать, можно как-то жить интересно и весело, чтобы не так просто жизнь проходила в четырех стенах. Все же на этом ставят крест на себе, думают, все, я ничто не смогу, я никому не нужен. И как бы стесняется себя. В другую жизнь хочет вступить и Екатерина Мельникова. Пока что студентка первого курса, девушка мечтает стать барменом. Но в компетенции ресторанный сервис нужно показать не только умение смешивать напитки. За время учебы в колледже Екатерина научилась сервировать стул, складывать салфетки и натирать посуду. Волнуюсь сильно. Готова на победу. Коктейль Маргарита, он делается очень легко. Всего лишь надо три ингредиента. Текила, куантра и лимонного сока. Все это смешиваем, встряхиваем в шейкере и приливаем в бокал для подачи. Первый региональный чемпионат профессионального мастерства пройдет на базе колледжа профессиональных технологий. Кроме физкультуры, ресторанного сервиса и социального ухода, здесь будут еще две номинации. Фотограф-репортер и актерское мастерство. Участвуют 30 студентов и два преподавателя. Директор колледжа Сергей Югрюмов рассказал, своим опытом работы с людьми с инвалидностью сотрудники обмениваются не только с другими регионами. Часто приходится бывать и на международных конференциях. Занимаются этим 30 лет именно обучением профессии людей с инвалидностью. Но есть различные возможности. У нас трое людей с инвалидностью в колядочнике, один преподаватель, два студента ездят на автомобилях. Вот мы тоже планируем открыть обучение людей с инвалидностью на автомобилях. Они могут даже работать таксистами, потому что они ездят. То есть это еще один, а возможность заработать. Кто-то может работать менеджером по ремонту автомобиля, они достаточно хорошо разбираются. Как объяснила Инна Елецкая, одно из условий проведения чемпионата – это трудоустройство его участников. Для этого уже нашли потенциальных работодателей. Не каждый ребенок согласится впервые участвовать в такой соревновательной деятельности. Для этого человека любое психоэмоциональное изменение – уже достаточно стрессовая ситуация. И мы хотим их тем самым поощрить. То есть их напряжение, которое они будут испытывать на протяжении этих двух дней, участвуя во всех мероприятиях нашего чемпионата, оно должно закончиться четкой уверенностью в том, что это делалось не зря. Он знает, что завтра будет в его профессиональной карьере. Обилимпикс пройдет в два дня – 24 и 25 октября. Победители регионального этапа отправятся на Всероссийский, в Москву. Ксения Бесараб, Юрий Дорошенко, Антенна-7.